Доброго времени суток и хорошего настроения! Всем привет! Предлагаю вашему вниманию обзор новой игры Iris and the Giant про маленькую девочку Айрис, у которой нелады с психикой. И чтобы подружиться с головой, ей придется сразиться со своими страхами в своей же голове и успокоить в своей душе великана. А успокаивать придется с помощью картишек. Ну не раскладывай пасьянца, а мочить ими в сортирах всяких демонов. Ну а вы не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны на него, нажать колокольчик, чтобы не пропустить обзоры новых игр и поставить лайк, если понравится видео. А также напишите в комментариях свое мнение об этой игре. Как и в любой другой игре, в Iris and the Giant есть своя история, которая рассказывает нам причину активности таракана в голове Айриса. От природы склонная к меланхолии девочка постоянно сталкивается с насмешками сверстников, непониманием родителей и прочими обстоятельствами, которые накладывают отпечаток на ее жизнь. Но все это продолжалось до тех пор, пока во сне она не попала в царство Аида, где ее перенаправляют через реку Стикс, водами которой, по слухам, был отравлен сам Македонский. Но девицу воду не придется пить, а придется драться с демонами, коих в игре 45. Но не стоит бояться за Айрис. Она вооружена до зубов в колоду из 51 карты, каждый из которых может быть оружием, хилкой или нести другую функцию в игре и даже меняться по ходу. Но это если открываются магические способности. Вот вам и элементы РПГ, о которых говорят разработчики, хотя это не все. Всего таких сил 30, каждый из них может усилить действие какой-нибудь карты, добавить дополнительный ход, уверенности, урона и прочее. Ну а если с другом вышел в путь, то, как говорится, веселее дорога. И да, здесь реализована система друзей-помощников, открывая которых можно получать некоторые бонусы в игре. Ну а теперь от слов к делу. Выбираем сложность по душе и в бой. Тем более, что впереди нас ждет еще и обучение. Как говорится учение свет и причем свет в конце туннеля. Правила таковы. Каждый ход нужно сыграть хотя бы одну из четырех карт, после чего начинается ход демонов. Если на руках несколько карт меч, то их можно использовать все за один ход. Добравшись до лестницы, переходите на следующий уровень. Кроме демонов, нам по пути попадаются кристаллы, которые помогают раздобыть новые карты. В сундуках можно взять два набора карт из четырех предложенных. В сумке можно посмотреть, какие карты у нас есть. Каждый побежденный демон оставляет одну звезду. Мы можем посмотреть, сколько нужно звезд, чтобы улучшить личные качества. О, вспомните про РПГ-элементы. Ну и самое главное, наше психическое здоровье, которое здесь волей называется. И изначально нам дается 30, но впоследствии можно увеличить. Ну а если воля упала до нуля, то гейм овер. Сейчас одним махом. Вот завизжали, сволочи. Вот у этого щит, который будет защищать его. Соответственно, надо бы его разбить. Я грибаю. Тем не менее, что-то мне это не нравится. А вот зачем? Я же могу сразу на следующий уровень перейти. Сразу не заметил. Жалко. Сэкономил бы карты. Итак, у нас здесь есть трое в ряд. Все глаза горят. А мне нужен вот тут сундучок. И демон есть ведь. Ладно. Так, а вот этот возьмем. Вот таким образом. Говорят, тут надо аккуратнее, но тем не менее... Я звездочки получил. Какой я правильный. Так, что у нас здесь дает? На каждом уровне два демона будут сильнее. Но я получу три звезды. И... Звучит не очень. Насчет получу звезды. Карты щит. Будут защищать меня три хода вместо двух. Я немедленно получаю щит на два хода. Это хорошо. Максимум очков воли увеличивается на десять. Я немедленно восстанавливаю все свои очки воли. То есть, если выберу я этот или этот, тут у меня будет щит, а тут у меня будет больше очков воли. Возьму-ка я больше очков воли. И кажется, это сделал не зря. Тем не менее... О, говнюки. Два демона. Осталось добить. И у меня есть звездочки. Итак, вы победили большого демона и находите одну из своих магических способностей. Какую? Я могу сыграть все стрелы из руки. Кроме того, я получаю дополнительные пострелям в начале каждого уровня. Я получаю... Постреле это звучит забавно. Монстры, которые пережили удар топора, становятся оглушены на два хода. Клево. В начале хода я получаю одну очку воли за каждый меч в своей руке. Может быть, не будет меча. С топором поинтереснее. Хотя меч вот в руке. Ладно, гасим. Ай! Больно, сука. Соберем кристаллы и быстренько ввалим отсюда. Да, это просто твой сон. Ты лабиринт твоего воображения. Вывезти тебя отсюда способна лишь твоя воля. Но очки воли могут исчезать. Убывать. В общем, их надо, в общем-то, уже подзарядить. Итак, собираем кристаллы. И вот этот сволочь-воришка будет воровать. Надо его сразу. Ай! Вот эти с луком козлы еще те. Вот тут... Ай! 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 Больно! Так. Ай! 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 Слушайте, какая сволочь! Два сундука. Это круто! Выберите один набор карт. То есть, я разрушил маленько. И получается, у меня всего один набор карт. А так четыре. Берем мечи. Так, этих у меня сколько-то пар? Нет, мечи нужны. Атакует. Четыре. Давай-ка я вот так сделаю. И бегом-бегом-бегом на следующий уровень. До чего? Пятый уровень. Это хорошо. И сразу сундук. В сундуке у нас что-то полезное, да? Так. Это щит. Это жизнь. Заберу-ка я это дело. И... Это будет больно. У меня сейчас будут тырить карты. Надо взять щит. Вот ты... Так, вот это мне не нравится. Да вы что, издеваетесь? Так, хорошо. И вот этот говнюк тоже что-то дает. Блин. Что это дает? Крошка Минотавра наносит броню, которая защитит его от моей первой атаки. Да. Ну, есть такой шанс. Если я дам по ряпи вот это... Ай, гей, нет, хотел дать. Блин, я промахнулся. Блин, это жопа. Ну, ладно. И у меня... А, звезда. И у меня карту стырили. Вот кот-ворюга. Так, вы победили большого демона. Находите в одной из своих магических способностей. Так, прострелы мы уже видели. Мои стрелы расщепляются. Поражает сразу двух соседей врагов. Эта способность не действует на врагов первого ряда. Хорошо. Если моя воля упадет ниже пяти, что, кстати, часто бывает, а у меня в сумке окажется карта уверенности, я немедленно возьму ее в руки. Я, пожалуй, возьму ее в руки немедленно и быстренько свалю на следующий уровень. Ну, что тут еще делать? И ой. Сразу ворюга у меня появился. Кот со щитом. И там он гаденыш какой-то. Ну, я получаю звездочку, да? Ваши звезды позволяют вам улучшать свои личные качества. Так, я получаю дночку воли за каждого демона, побежденного с помощью меча, кинжала, топора или стрелы. Хорошо. Я беру пять карт вместо четырех. На каждом втором уровне демона будут два демона. Ну, в общем, я получу три звезды. Это уже было. И я немедленно открываю сундук. Нет, я возьму пять карт вместо четырех. Грибу по морде. Заправлюсь волей. И вот здесь самое интересное. Что выбрать? Выберу-ка я вот это взяла. Ай, ай. Ах вы сволочи. Тут мне какую-то карту должны дать. И я должен сейчас ушатать. А, нет. Вот у меня есть что. Я ворюгу ушатал. Еще капкан стукнуло. Хорошо. Этого раз. То, что это еще такое? У меня еще и бабахнуло. Хорошо, берем. Кинжал. Ноль. Один. Огонь. Надо, давай, так возьмем. Касси забивай. Этот готовый. Так, кого бы шахнуть первым. Вот этого дожахнешь. А этот оглушенный. Так. Заправлюсь-ка я этим. Есть. Вот этот говнюк самый вредный. Но я лучше. А это что? Это. Это история. Я промахнулся. Хе-хе. В общем, историю я не открыл. Но тут уже я буду сейчас с камнями драться. Это плохо или хорошо? Я не знаю. Вот этого надо убивать. Этот, короче, грустный скелет. Если его не убить, он мне карту со слезой достает из жопы. А это кто такой? Циклоп. Неуязвим. Пока прячется. Каждый второй ход он будет пытаться кинуть в меня свой камень. Ё-моё. Вот это плохо. Я грёб кирпичом. Охо-хо. Эхус. Так, надо заправиться улыбочкой. Стрельнуть в циклопа. Получить кирпич в лоб. Хе-хе-хе-хе. Так, здесь у нас что? Давай я выжгу это всё. Да блин, откуда вы такие берётесь, сволочь? Старая амфора. Вот если я сейчас хотел, лучше я циклопа жахну. Да блин. Ну вот, теперь вы знаете, как разобраться со своими страхами. А на этом обзор игры Iris and the Gent закончен. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok